всем привет с вами снова говорящие руки и сегодня у нас вот такой вот ножичек бак vantage evit этот нож является очень популярным фирма бак даже выпустила мини версию выпустила и премиум версию там составе с 30 видом за 100 баксов есть бюджетная версия за 25 долларов там пластик на рукояти более простая сталь на клинке это так сказать medium вариант бак венте и вид здесь сталька давайте покажу на клиночке 1326 закалка от босса сталь это то ради чего стоит купить этот нож стали вообще просто класс режет офигенно заточку держит очень долго для своей цены и в принципе нужно стоит купить не только из-за стали к видите фирма бак она придумала много-много вариантов чтобы захватить весь рынок вот я той же мини версии но почему-то почему-то этот нож не становится таким же популярным как и крыса хотя есть да есть куча восторженных отзывов об этом ноже его хвалят и ругают но нож супер популярно не становится из-за некоторых причин я них на них остановлюсь потом в течение обзора конкретнее давайте пока про характеристики мой ножик весит 101 грамм но это потому что я сделал такие пропилы в лайнерах вот здесь вот треугольничек такой здесь такой вот квадратик совершенно не как-то не мешает конструкции ножа не ухудшает ее но при этом я выиграл немного в весе нож почему такой популярный то что его хорошая развесовка он весит немного у него большой клиночек здесь это восемь с половиной сантиметров довольно толстый обувь здесь 3 и одна десятая миллиметра при этом спуске вогнуты почти от обуха что дает очень хороший рез и при этом теоретически ну довольно прочно все-таки все-таки прочная выглядит толстым этот обувь особенно в рукоятке и кончик тоже довольно такой не не хлипенький в общем хороший рез хорошие размеры глубокая посадка с этой клипсы и в принципе нож сделан в америке даже на клиночке это написано юсей дальше вот штамп нож делал в америке в принципе сделал неплохо всякие красивости есть хорошая рукоятка из такого можно сказать стабилизированное дерево это дерево смешанное с пластиком она индивидуально интересунок такой имеет красивый по подгонке меня все-таки есть претензии нужно смогу все перебирать все переделывать ну так в целом нож хорош хорош но выиграть у крысы ему никак потому что его цена все-таки высока дешевые версии я бы вообще с крысы не стал сравнить крысы выигрывает в дешевой версии баку вентач а это более дорогой нож то есть я его сейчас я думаю может 1000 за 2 купить в россии при этом добавить еще немного денег можно же выйти на допустим на средний уровень на спайдер к там самые бюджетные такие делику дурку то есть так бы уже нож не так все замечательно но можно ему многое простить потому что у нее есть флиппер флиппер это вот здесь вот полничок видите у меня нож настолько подогнал что я его открываю даже не добавляя рукой ну конечно чтобы так подогнать нужно постараться ну вот нож у меня настолько подобно что я открываю рукой можно открыть за отверстие ну и за флиппер за многое можно простить этому ножу но что не простить так это осевой замечательный его много ругают потому что почти у всех кто разбирает этот нож не получается срывается этот пластилиновый торкс там он сам осевой винт он тоненький притоненький ужас просто его еще на заводе на фиксатор на бешеный сажают хрен открутишь в общем все его разрезают под плоскую отвертку и потом откручивают в принципе вот эту исправление внести в этот нож и все нож почти идеальный а почему почти идеальный потому что если другие недостатки во первых так и здесь флиппер здесь нету вот тут боночки которые упираются клинок поэтому вот здесь вот внутри сделан пропил внутри с втулкой которая там ходит и соответственно вот в таком виде закрывает клинок и в открытом виде закрывает клинок что этот какие минусы несет во первых есть небольшой люфтец совсем минимальный продольный поперечного люфта нет вообще никакого и есть следующие недостатки когда нож открыт он не супер уверенно фиксируется замком что там упирается вот фигню внутри можно посмотреть на видео на разборке я ссылку внизу оставлю чтобы понять о чем я говорю после просмотра этого видео можно потом перейти посмотреть как вообще разбирается тот нож как я выпиливал эти штуки у него внутри в общем оставлю ссылки и второй недостаток при закрывании ножа нож тоже соответственно так как не упирается вот здесь он попадал у меня вот поэтому спейсеру пришлось его сточить вот такие дела такая вот конструкция такие на такие жертвы пришлось пойти из-за вот этого флиппера конечно жесть вот но я еще нож немножко по модифицировал здесь насечку сделал там здесь дело более плавную чтобы можно было флиповать и палец тут ничего не номинала тут такую поагрессивнее насечку сделал в целом нож хороший но вот это севой побороть это уже надо постараться не каждый сможет это сделать не у каждой сможет разрезать мне кажется даже проще купить крысу и не париться и не думать о вот таких вот проблемах но крыс она покрупнее вот бенчик бенчик нормально можно сравнить дептилиан да и вообще не думать о таких проблемах вот они примерно одинаковые по размеру примерно одинаковые клинки тут нету таких проблем на бенчменте с этим осевом с эти с лайнером все время проблемы на модельке венте первых как я говорил уже вот из системы этих внутри сидит внутри ходит такой штифтик который упирается вместо боночки вот такой вот поставленный суда ленирок не супер держит не супер если со всей дури хряпнуть то он закроется так-то конечно замечательно держит вот ну и приходится разбирать нож вытягивает ленирок после один раз мне это пришлось сделать сталь очень каленая хрен про куешь здесь как бы даже было с огромным трудом я вырезал вот эти пазы здесь то есть очень очень каленые такие лайнерки и сам вот этот лайнер очень каленый ну то есть нож приходится разбирать в 90 процентах случаев после некоторого использования придется вам его разобрать я мне нож пришлось вообще через месяц разбирать по замечательной причине а причина была следующая здесь вот под накладкой под вроде под этой или под этой прячется два винта тут и тут они соединяют рукоятку у меня один из них раскрутился и вот дребезжал вот так на заводе не налили фиксатор дребезжал я конечно недоволен был начал раскручивать сорвал конечно севой пришлось его потом разрезать все перекручивать все сажать на фиксатор в этом же все обязательно на фиксатор клипса здесь тоже обязательно должна быть на фиксаторе а то раскрутиться клипс кстати переставляемая да можно сюда поставить можно сюда очень так симпатично сделано приятно сажать на карман с этой клипсой ну в общем ребят ножик для тех у кого есть набор отверток вот кому просто пользоваться этим ножом там годами у вас не получится вам придется его разобрать придется там все переделывать подгонять под себя такой вот у меня мнение сложилось нож тащил несколько раз классно классно конечно стали очень хороша ради стали можно купить ради вот этого флипера если вам хочется нож с флипером недорогой то в принципе все что искал можно отнести и к базовой модели вот этой модели просто которая бак венте и это обычная с черной рукояточкой простой стали на клинке ну в общем этот нож у меня все-таки входит пятерку лучших таких и диссин ножей но и готовьтесь готовьтесь после покупки к небольшому геморрою вот такие дела всем спасибо за просмотр увидимся